Сегодня у меня тренировочка плечей. Отдельно от плечей также я тренирую бицепс, трицепс, немножко иногда делаю пресс. Кардио, естественно, если я не делаю утром натощак, например, не успеваю, проспала или там еще что-то, я обязательно делаю кардио после тренировки. Я кардио не прогуливаю ни один день. Делаю каждый день без отдыха, что и вам рекомендую, потому что кардио – это то, что не забирает у нас много сил, но это улучшение нашего метаболизма, улучшение работы нашего метаболизма, вот так правильно сказать, ускорение нашего метаболизма. Соответственно, движение – это жизнь. Вы знаете, если у вас сидячий образ жизни, вам тем более нужно делать кардио, потому что вам хоть когда-то нужно двигаться. И вообще всем рекомендую, даже если вы двигаетесь много, кардио нужно делать, потому что это запуски всех наших процессов в организме. Также это самое первое – это запуск нашего сжигания жира, чего все так хотят. Плюс работает хорошо лимфа, работает кровь, гоняется. Кардио, мне кажется, полезное для всего. Единственное, что я вам сегодня в конце этого видео расскажу, какое кардио рекомендую я, какое делаю я, на каких тренажерах, либо без тренажеров. Это будет немножечко позже. Также я вам в предыдущем видео по поводу пресса рассказывала, что очень важно тренировать плечи. Девочки не любят жутко эти тренировки, но это очень важно, потому что так же, как и спина, плечи играют роль в построении вашей, можно сказать так, идеальной фигуры, потому что мы все хотим красивую фигуру в плане узкой талии и широкий верх, широкий низ. Ну, широкий, я говорю, конечно, без преувеличения. Здесь как бы нужно аккуратно. Поэтому спиночку мы качаем, плечики мы тоже качаем, потому что плечики – это составная нашей спины, наша спина – это наша осанка. Плюс, имея красивую форму плечей, вы забудете про то и о том, что такое подплечники. Сейчас мало уже где их носят, но все равно, например, мне они никогда не пригождаются, потому что свои плечи красивые, также это руки, руки и трицепс. Я, к сожалению, сегодня вам не поснимаю эту тренировку, это будет в следующий раз, обязательно вам поснимаю. Я уже говорила, что важно подкачивать бицепс-трицепс, чтобы не обвисали руки у многих женщин. Это проблема есть, когда обвисает вот эта кожа. Вместе с кожей вода и жир, и это жутко некрасиво, когда вы летом начинаете делать майку и сарафаны. Дорогие мои зрители, я сегодня сделала тренировочку для вас с плечей, но отдельно от плечей я еще тренировала бицепс-трицепс. Должна была я сделать пресс, но я не сделала пресс, потому что я сделала вакуум с утра очень хорошо. В сегодняшнем видео вы посмотрите вакуум, как я делаю. И я надеюсь, музыку не очень слышно, чтобы мне YouTube потом там не высказывал. Кардио мы сегодня сделали с Артемом в парке, что я вам тоже приготовила, покажу. Сейчас я кардио. Тоже села немножко поделать на таком смешном лесопеде. Вообще. Как я говорю, этот велосипед – это велосипед для пожилых людей. На самом деле это не так, это я смеюсь. Велосипед пенсионеров я его называю. А почему? Сейчас объясню вам. Потому что, смотрите, вот это он. Видите, он очень удобный. На нем сидишь вот как на кресле и крутишь педали. Все. Это суперудобно, суперровная спина, потому что это не велосипед, который спортивный, который спиннинг. Кто знает спиннинг, что такое? Это велосипеды, но они, например, спортивные, где вы сидите вот так и наклонены всем телом вперед, у вас потом жидко болит спина, поясница, и все вместе, и руки, потому что вы упираетесь для того, чтобы держать вес своего тела. Вот здесь. То вот этот велосипед, например, он действительно предназначен для людей более пожилого возраста, взрослого возраста, потому что вы сидите комфортно, вам удобно. По крайней мере, мне сейчас супер-мега удобно. Я уже записала кучу историй себе на Инстаграм. Сейчас вам записываю видео сюда, потому что мне удобно, я не дергаюсь. Поэтому вообще велосипед, как таковой, я не рекомендую. Так же, как и бег. Это два таких вида кардио, именно как кардио, которые лично я не советую. И уже очень многие тренера не советуют, потому что бег и велосипед – это те два вида спорта, которые очень-очень долбят ваши суставы, очень. Особенно колени. У кого есть какие-то нюансы, проблемы с коленями, вообще не рекомендую ни бегать, ни велосипед. Я сейчас села просто попробовать, потому что я сто лет не делала велосипед. Всегда хотела попробовать именно вот этот, потому что он мне кажется очень комфортным. Действительно он комфортный, но, обратите внимание, как работают колени, видите? То есть у них постоянно идет. И, конечно, тут можно сиденье подвинуть, подвинуть немножечко назад, и колени будут не так сгибаться. Вот если вы делаете велосипед, то хотя бы, чтобы коленки не сгибались очень сильно и не разгибались. Должно быть положение такое, знаете, полусогнутое, но очень мягкое положение. Вот. Поэтому я не рекомендую лично от себя делать велик и выходить бегать много. Всегда кардио самое лучшее – это беговая дорожка, на которой ходить, активно ходить, так, чтобы вы потели, чтобы вам было тяжело, но не доходить до уровня бега. Также очень хороший тренажер, который я рекомендую всегда – это лыжный. Сейчас вам тоже покажу, пока сижу. Смотрите, вот это у нас беговые дорожки, кто в курсе, кто не в курсе. Понятно, вон лыжный стоит, вон он, колик там много. Это там, где вы беретесь и руками, и ногами. У вас там работает все тело. Также я, например, лыжный очень рекомендую, как перед тренировкой, как разогрев, потому что там работает практически все тело, и руки, и ноги. И перед тренировочкой сделать 5-6, там, 10 минут – это идеальный вариант, как для разогрева. Также для кардио есть такая штука, как, обратите внимание, это ступеньки, лестницы. Лестница, вот. Это тоже очень хорошая вещь. Ну, там нужно очень медленно шагать. Прикольно, мне тоже очень нравится. Я вам так скажу, когда у нас был карантин, и нас закрыли всех на дому, это было то кардио, которое меня спасало, потому что я тогда жила еще со своим испанцем, и у него был дом вот этот 18-этажный, ну, я имею в виду многоэтажка. И я выходила в подъезд и шастала там по ступенькам. Так я вам так скажу, что у меня никогда в жизни не было такой крепатуры в мышцах ног, как после ступенек. Это вообще была жесть. Вот. Ну, по крайней мере, я таким образом развлекалась, и я дома тоже. Мы делали очень много упражнений с ними. Я с Артемом делала, приседала с Артемом. Боже, как нам было весело. Вот. Это отдельная вообще история. Но хочу вам сказать, что лестница – это очень хорошая вещь. Особенно вот у меня слабые мышцы икр. Действительно, мне очень тяжело их тренировать. Они сразу начинают очень сильно болеть. Плюсы. Они у меня не ярко выражены. Тоже из-за отечности, потому что вся отечность, которая у меня появляется, она появляется на ногах, естественно. И я их качаю, но как бы ярко выражена мышца у меня нет такого. Жаль, конечно. То вот после ступенек крепатура жуткая именно в этой части, а это значит, что они очень хорошо проработали эти мышцы. Вот. Потом я вам объясню, когда уже буду собирать видео в кучу, объясню, какие упражнения выполняла для плечей, зачем это делается, зачем это нужно. Вы потом все посмотрите, зададите мне вопросы, которые у вас возникают. Я обязательно вам отвечаю. Еще раз спасибо огромное вам за комментарии. Ну, это мы с мамой отдельно вам скажем спасибо, потому что я сегодня многие комментарии мои читала и так ее тронула, затронула. Очень многие комментарии трогают ее в хорошем смысле. И меня тоже не ожидало столько хороших комментариев прочитать. Очень много понимающих людей. И я, в принципе, не искала никакого понимания. Я знаю, что люди умные, у них хватает, можно сказать так, понсьенция на испанском языке. Я снова забываю слова. Испанскими словами говорить не хочу, потому что многие этого не понимают. Но, в общем, люди умные, люди соображают, на самом деле понимают ситуацию и, ну, как правило, глупости не пишут. Это очень радует. Ну, даже если кто и не понимает и пишет глупости, это меня тоже радует, потому что люди меня смотрят, люди меня видят. И это хорошо.